Всем привет, вы нагнали строим правильно, нахожусь на своей стройке, у нас тут выше выпал снег, крышу ребята чистят, вы слышите. Сегодня у меня куча приятных новостей, но о них я сейчас продолжу уже из другого места, из офиса, там где будет потеплее, расскажу о ценах на металл, о ценах на дерево и о ценах на другие строительные материалы, ну типа бетона, газобетона и так далее. Ну вот я и перебрался в офис, теперь можем поговорить о стройматериалах. Слушайте, ну я уже реально наслушался в комментариях и насмотрелся, что и записываю все не так, и говорю все не так, и все не сбывается. Да на самом деле все сбывается, просто мы сейчас живем в промежуток времени, когда слишком много факторов, которые влияют на ход цены движения в ту или иную сторону. Поэтому, если вы хотите, чтобы более подробно что-то раскладывалось, пишите в комментариях и будем уже в прямом эфире это обсуждать. Прямой эфир состоится уже в эту субботу, поскольку в следующую субботу, в последнюю, я не смогу провести прямой эфир, так как уже улечу в Крым. В Крым я лечу и отдыхать, и по работе, хочу посмотреть тот край и мне интересна Керченская Керчь, территория Керчи в Краснодарском крае. Там есть пару интересных коттеджных поселков, которые потенциально можно застраивать под продажу. Ну а сейчас к ценам. Я знаю, что по дереву у меня спрашивают и пишут и звонят чаще всего, поэтому начну с дерева, чтобы не тянуть, так сказать, кота за яйцами. Смотрите, что у нас по дереву. По дереву у нас сейчас цена торгуется у своего сопротивления, точнее у поддержки, да, то есть пока ее ниже не пускают пилорамы. Сейчас цена у нас по Челябинску средняя это 16 тысяч рублей. Можно найти по 14, по 15, но это качество леса уже совсем как бы не очень хорошее. Есть тех, у кого дороже, но это связано с тем, что их поставщики как бы цену не опускают. Но есть очень хорошие предпосылки. К примеру, вот с кем я работаю, с места уже продают лес, то есть уже есть договоренности, лес проплачен по 13 тысяч. Да, то есть тысяча на дорогу, 14 тысяч это его себестоимость, доставка у нас в Челябинск. Соответственно, здесь уже при частной наценке цена должна быть 15 тысяч за 15 500 за первый сорт. Но такой цены пока не будет. Вот в районе 16-16 500 она пока поторгуется. Чего мы сейчас ждем для того, чтобы цена пошла вниз? Банально морозов. Вот я вот сейчас видео начинал, я начинал уже с заснеженного своего объекта. Сегодня у нас выпал первый снег, уже лег большим слоем. Но у нас опять на выходных будет пуссовая температура, опять все растает. Но не суть. Снег уже встал, встал. Теперь будет распутиться. Пока морозы не встанут, пока из леса нельзя будет вывести нормально лес, цена вниз. Вот на этот промежуток времени пока не пойдет. Вот как только встанут холода, как только из леса пойдет лес в хорошем объеме снова, цена пойдет вниз. Я еще раз хочу сказать, дешевле цены, чем вот в эту зиму, вы уже никогда не увидите. Все. То есть вот сейчас будет цена максималка. Вот те, кто хотят построиться деревянный себе дом. Вот сейчас этой зимой для вас это практически, можно сказать, последний шанс по таким деньгам построиться. Лес сейчас дорогущий. Дешевле, чем сейчас, он уже не будет. Значит, я жду, что розничная цена по пиломатериалам дойдет до 12-13 тысяч рублей у нас в Челябинске. Что это значит для переработчиков, там, профилированного бруса, к примеру? Это значит, что их продукция будет стоить 14-15 тысяч рублей. Согласитесь, это уже не 20. И на начало года я контракты заключал на 13 тысяч рублей, на 13 500. То есть полторы тысячи наценка, она уже, ну, кажется, более адекватной. И уже является 10-ти процентной, если брать к отношению к профилированному брусу. Поэтому есть шанс. Шанс появляется. Но у нас здесь есть сейчас колоссальная проблема, с которой, ну, по крайней мере, никто из тех, с кем я работаю, соприкасаюсь в стройке и не в стройке, не знаем, как справляться. Повальный отказ работников работать. Идет какой-то саботаж работы. То есть ты платишь деньги. В принципе, мы стали платить, как правило, все больше в этом году, чем обычно. Но люди не хотят работать за эти деньги. Работу делают медленно, на работу у них не стоит. Могут на ровном месте забухать. Ну, вот я могу просто вам примеры рассказать. Вывел я человека на работы, как бы. Вот он должен сделать только одну какую-то сраную лестницу. И он ее делает полтора месяца. И выводил я его на 15 тысяч, потом думал, что он ускорится, дал ему 25, в итоге сейчас цена лестницы дошла до 40 тысяч, и он один хрен ее не работает. А то, что делает, делает, конечно, хорошо. Но я такой думаю, блин, а зачем я столько добавляю? Ну, ладно, я уже на тот объект забил, как бы, там уже, я уже не жду оттуда денег, мне лишь бы доделать. Но сама суть. То человек забухал, то, говорит, выйдет у него на работу, не стоит, он постоял, посмотрел, уехал, то еще что-то, то еще что-то. И понимает, что ты уже не можешь на другому, как бы, переключиться, ты ему авансы дал, а как ты авансы дал, а работы не получил. Они же приходят, все плачутся, что дома жена пилит, домой не пускает, денег нету, жрать нечего. Денег дал, а работы не видишь и не получаешь. Тоже нечестно. И это повсеместно, никто нигде работать сейчас не хочет. Какой-то колоссальный упадок сил. Переутомляемость, я не знаю, витаминоз, что это вообще такое? Вот, теперь давайте по металлу. По металлу вообще ситуация очень интересная. Я знаю, что меня все хейтят, что я ждал совершенно других цен по металлу, я их продолжаю ждать. И они будут. Цена уйдет выше 150 тысяч рублей за тонну. Уйдет. Непременно уйдет. Вот смотрите, сейчас будет три графика у вас перед глазами. Начнем, наверное, с графика по листовой стали. Вот смотрите. Он у нас принципиально сейчас уже не дорожает, но он торгуется на своих максималках, на максимальной цене. Конечно, он немножко должен скорректироваться на мировом рынке. Но потом, безусловно, он опять пойдет вверх. И посмотрите, как совпадают даты. Вот этот верхний эшелон проторговки начался там с 1 августа. То есть, с момента поднятия пошлин в Российской Федерации. Многие из вас там говорят, что в России это очень маленькое количество составляющей стали, металла в мировом экспорте. А оказывается, что не совсем все так. Но совпадения, они же не случайны. Дальше, смотрите, второй момент. Металлическая руда упала в два раза. И опять же, падение началось с 1 августа. То есть, либо мы, русские, как бы очень встраиваемся в международные цепочки, да, то есть, событий. Либо все-таки от нас что-то на мировом. А ценообразование зависит в плане сырьевых товаров, металла, руды и так далее. А вот третий график. Смотрите. Уголь подорожал в два раза и продолжает дорожать. У нас сейчас энергетический кризис назревает во всем мире. Энергоресурсов не хватает. Почему я сюда приплел уголь? На угле перерабатывается металлическая руда в сталь. Плавится, выплавляется и так далее. Уголь очень весомая составляющая часть стали. Плюс у нас налоги на железную руду, на ископаемое, поднимаются с 1 января 2022 года. Поэтому металл у нас дешеветь не может. Он не будет дешевле. И уже сейчас всем моим поставщикам, с кем я работаю, их поставщики сказали, ждите подорожания. У кого-то оно уже прошло на 10%. У кого-то прошло 10 тысяч на тонну. Но цена дорожает. Поэтому предпосылок сейчас о том, что что-то будет дешеветь, нет. По миру у нас идет сейчас мировая инфляция. Везде все дорожает. Цепочки подставок нарушаются. И сейчас, если еще несколько каких-то государств по России, там со своим сырьем и всем остальным, ведут, а уже вводят ограничения ковидные, это все опять в сторону дефицита и нарушения товарных цепочек. Поэтому по лесу я жду сейчас, вот уже скоро, цену на свой минимум 2021 года, на конец года, дешевле уже не будет. То есть, может быть, проторгуемся мы еще январь, февраль на этом, но не факт. Вот смотрите у нас по дереву какая ситуация. То есть, на экспорт мы лес продаем по 13 тысяч рублей. На внутреннем рынке с места еле как по 13 500. Средняя цена 14 500. Но уже продавливается цена вниз. Не получается уже многим держать эти цены. Поэтому по лесу ждем цену вниз. По металлу я жду цену вверх. Цена по металлу по-любому пойдет вверх. И она уже пошла. Дальше. Общестроительные, то есть, такие вещи, как профнастил, металлочерепица, фасадные панели разного формата. Тоже по ним прошло снижение цены. Но снижение цены, как таковое, пока не дошло до потребителя. У всех склады втаренные по старым еще ценам. Объемы продаж не настолько высоки, насколько они могли бы быть. По утеплителю. Утеплитель по цене стабилизировался, он перестал расти. И, в принципе, сейчас уже потихоньку начнет ползти вниз. Потихоньку, хочу сказать, не быстро. Не раньше декабря и января мы увидим по утеплителю хорошие цены. Далее. По газобетону. Ну, вот, опять же, сложно говорить за всю Россию. Но по газобетону я могу сказать так. В Челябинске уже цена 4700. На начало года у нас была цена 3850. 900 рублей, грубо говоря, там 850 рублей у нас на куб газобетон подорожал. Если смотреть. Ну, на пике был чуть дороже. Я его по 550 брал. Если брать рынки, то есть строительные рынки, на них в Челябинске цена по газобетону дошла до 6800. Если сравнивать с Московской областью, с Москвой, там 8000. Но я еще раз говорю, это рынки. Это посредники. Ищите более ранние звенья, где можно купить. Найдете дешевле, по-любому. Особенно это касается Москвы и Московской области. Если, грубо говоря, сейчас у нас арматура пошла в рост, и средняя цена арматуры сейчас доходит к 75 тысячам рублей за тонну, то в Москве и Московской области она стоит 70 тысяч рублей за тонну. Как так? Вроде заводы все у нас, а у вас там в Москве и Московской области дешевле. Мистика? Ну, это всегда так. Чем крупнее город, чем крупнее потребление, тем дешевле. Ну, видимо, какие-то контракты, я не знаю, там, эксклюзивные заключают с этими металлургическими комбинатами. В общем, обстановка такая, что здесь нужно правильно расставить запятую и понять, ждать или покупать. Я вот лично для себя, мне тоже это очень многие упрекают, что я вот не жду, я покупаю. Друзья, я не покупаю никогда по каким-то дорогим ценам. Я постоянно, у меня есть свободный кэш для того, чтобы всегда произвести сделку, когда цена на той или иной товар меня будет устраивать. Что на дом, который я строю на продажу, у меня средняя покупочная цена леса 13 тысяч. Меня это устраивает. Зачем мне сидеть и ждать, если у меня цена ниже рынка, там, на 4-5 тысяч рублей была. Что касаемо, там, кровельных материалов. Да у меня гибкая черепица по 350 рублей за квадрат. Ее рыночная цена 470-480. Ну, именно той модели, которую я беру на крышу. И так далее. Мне вот зачем ждать? У меня есть возможность покупать дешевле. И я рассказывал, как покупать дешевле вам. Есть эти видео на канале. Если не умеете, не знаете, или вы приходите к продавцу, и он вам называет цены, и вы думаете, все, торговаться нельзя. Вот по этой цене нужно брать. Ну, либо не брать, я развернулся и ушел. Да всегда есть варианты. Всегда можно разговаривать. Если продавец говорит, что, ну, как бы это все, я здесь дальше не торгуюсь, не двигаюсь. Едьте к другому продавцу. Третьему, четвертому, пятому. Ну, вот как с лесом. Мы же сейчас проехали 5 этих лесопилок. Один 16, другой 14. Третий вообще говорит, у него цена непроходная. И нашлись те коты, у которых цена хорошая и проходная. Теперь убедимся в их качестве. И там дальше посмотрим. Ну, а сейчас по лесу я лично никакого закупа не веду, кроме необходимого. Но это небольшие объемы. Чего-то где-то не хватило. Лес я уже сейчас покупать не буду. Но я закуплю обязательно необходимый объем для себя в эту зиму. У меня есть территория, есть площадка, где я его складирую. В следующем году цены на лес, цены на металл вас всех неприятно удивят. И те, кто в комментариях пишет, да мы подождем там мая, июня, там сезон, и там посмотрим, будем строиться или нет. Те, кто дождутся мая, июня, строиться уже гарантированно не будут. А если и будут, то уже по тем ценам, которые предложит рынок. А рынок вам предложит ужасные условия и ужасные цены. И не факт, что будет качество на высоте. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. С вами был Максим на канале Строим Правильно. Я учту пожелание говорить более четко и последовательно. Но поймите, это очень сложно. То есть вот в прямом эфире это более возможно. Потому что вы задаете вопросы, задаете уточняющие вопросы. И мне легче ответить последовательно на эти вещи. Когда я говорю от себя, у меня полный сумбур в голове. Информации дофига через меня проходит. И я пытаюсь в короткий промежуток времени впихнуть тот объем информации, который я там напитываю, ну, долгая промежуток времени. Много информации приходит. Вот я ее обрабатываю, все говорят, что я плохой аналитик. Попробуйте сделать лучше. Я нахожусь в рынке, в постоянном движении. Постоянно своими деньгами голосую за свои решения. И пока всегда в плюс. И как мне можно сказать, что я плохой аналитик, если я постоянно работаю в плюс? Задумайтесь об этом. Те, кто критикуют и говорят, что я говорю что-то не так. У меня же получается. Значит, если вы меня послушаете, у вас тоже получится.